Сегодня в Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. Там работает наша делегация во главе с Михаилом Игнатьевым. Российский инвестиционный форум берет новые высоты. В этом году он собрал более 4000 участников. Среди них ведущие эксперты, финансисты, руководители крупных компаний и главы регионов. На протяжении двух дней на этой площадке обсудят экономическую повестку на годы вперед. Рабочая программа главы Чувашии началась на деловом завтраке Министерства сельского хозяйства. Его участники обсуждали стратегию экспорта продукции агропромышленного комплекса за рубеж. У регионов страны колоссальный потенциал. Увеличивается спрос на сыры, овощи, зерно. Поставки за пределы России могут и должны увеличиваться, отмечают в Минсельхозе страны. Ну, прежде всего, 21 миллиард это отделка сельского хозяйственной продукции, которую сегодня Россия пополняет валюту стратегии. Безусловно, мы понимаем, что это результат сегодняшних технологий, это результат насыщения российского рынка. И, конечно же, как следствие всего, мы понимаем, что в ближайшей перспективе определение развития агропромышленного комплекса производства сельского хозяйственного комплекса будет связана с задачей конкурентного представительства российской конкурции во всех международных жителей. На полях сочинского форума налаживаются и новые контакты. У чувашской делегации напряженный график работы сразу пять официальных церемоний подряд. Укреплять двухсторонние связи власти чуваши договорились с правительством Кабардино-Балкарской республики. Между регионами увеличивается товарооборот. Ожидается, что в перспективе будут подписаны контракты на поставку электротехники, полуприцепов и спецобуви из Чебоксара. Это очень динамично развивающийся регион. Нам есть чему друг у друга учиться. Вы уже абсолютно правильно, Михаил Васильевич, сказали о аграрном секторе. Я уже не говорю вопросы культуры, образования. Это естественно. Нас очень тоже, мне кажется, может заинтересовать. Мы с вами об этом в Санкт-Петербурге говорили, имея в виду туристический рекреационный комплекс. Здесь тоже есть у нас поле для совместных проектов. Ну еще раз. Огромное слово благодарю. То же самое. Большой привет всем. Спасибо. С главой республики Крым Сергеем Аксеновым Михаил Игнатьев утвердил план по реализации уже подписанного соглашения о сотрудничестве. Из Чувашии на полуостров сейчас поставляют электротехнику, лакокрасочные материалы, кондитерскую продукцию. Вообще у нас с губернаторами, знаете, как строятся такие отношения, вратская помощь и в любое время никогда не было отказа, ни по методической помощи, ни по материальной. Вот всегда чувствуем, что мы вместе. Спасибо большое. Спасибо большое. Жителям Чувашской республики спасибо огромное за все. На самом деле у нас на взаимовыгодной основе выстроены отношения. Товарооборот с каждым годом растет. Могу ответственно сказать, по прошлому году почти на 20%. Товары электротехнического кластера сегодня используются на строительстве моста, который соединит еще лучше, ближе к нашему региону. Сегодня же на полях Сочинского форума подвели итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. На суд жюри было подано более 500 заявок. В числе финалистов и проект из Чувашии «Экспресс-бабушки». Его реализовали в комплексном центре социального обслуживания Чебоксара. Пожилые волонтеры помогают семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, присматривают за детьми. Сейчас «Экспресс-бабушки» поддерживают 25 матерей и с каждым годом их количество возрастает. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика, Сочи.